Всем привет из Киева! Меня зовут сегодня, как обычно, а вы хотите посмотреть, где же я храню свои огромные запасы для вышивки крестиком? Massaga World! Спонсор выпуска, некая вышивающая коллекционер. Как вы уже поняли, храню я все вот в такой огромной полке-стеллаже. Она кажется огромной, на самом деле она не очень огромная, вы сейчас убедитесь в этом, так как запасов там, ну, совсем немножечко. Поехали! Сразу, конечно, хочу акцентировать ваше внимание на такой крутой, крутейшей, офигенской, просто бомба дверце. Это дверца из картины Chicken Funkis. Мне так понравилось оформлять вышивку в дверь. Сами подумайте, вышивка оформляется в дверь. На самом деле я уже давно-давно мечтала что-нибудь такое сотворить. У меня двери такие старые в квартире со стеклами. Да, вы знаете, даже и в детстве были такие же двери. Мама меня еще заставляла все эти стекла мыть, ой, как вспомню. Но не в этом суть. Вы представляете, вместо вот этих вот окошек стеклянных можно вставить вышивки. Прикладная вышивка в дверь, это же просто супер идея. Но, конечно, придется вышить какие-то однотипные мотивы, чтобы они подходили и к дизайну комнаты, и, естественно, сочетались между собой на одной двери. Вот так. Но здесь мне достаточно было одной вышивки и одного яркого пятна. Мишка очень искусно воплотил мою идею в жизнь. Сделал точно так, как я и хотела, как я и задумывала. Сзади вышивку мы закрыли черным паспарту, что, конечно же, очень гармонично выглядит. Ну и раз я уже открыла данное отделение полки, я вам покажу все, что здесь есть. А здесь есть гробик-чехол, здесь есть моя вышитая работа, которую я уже закончила, и эта работа ждет оформления. Да вот буквально завтра-послезавтра поедем и закажем рамку. Здесь находится бисер в коробочке. Моя мечта весь этот бисер оформить несколько по-другому, но если у меня получится, я обязательно об этом расскажу. Игольница, вспарыватель, какой-то фетровый мешочек. Какие-то мелочи лежат, не знаю. Открыточки. О, вот это важная часть. Эти открытки были подарены моими подписчицами, которые были со мной еще с 2010 года. То есть это две самые первые мои подписчицы. Еще когда я создала два своих канала, в общем, они мне прислали открыточки, и я их бережно храню. Образцы тканюшек, которые я покупала. Просто мне нужно их куда-то сложить, какую-то, возможно, корзиночку. Чехол для косточек. Вот и все, что здесь есть. На самом верху полки находится инструментально-вышивальный чемодан. Покажу вам его подробнее. Сейчас я вам покажу то, что лежит в кармашке сверху. Пяльца рамки. Пяльца Доринкины. Какие-то органайзеры Димси. Пакетики для бисера. От крейника бумажки макулатура. Для клеевого пистолета клей. Это от Дубко. Наклейки от Больших Бобинок, которые я использую теперь для бисерных баночек. Мои самодельные органайзеры еще тех времен. И, конечно же, вот такие паковские штучки. Представляете, сколько их? Это я дополнительно еще не покупала. Но это с двух органайзеров, конечно же. Ниточного и для игл. То, что не требует объяснений, вместе с канцелярскими кнопками. Также это запасные косточки. Очень много всяких клипс от рам, которые лежат либо в собранном виде, либо я просто сняла работы с них. Также косточки. Это крепление для того, чтобы подвесить картину. Это от моих электрокур. Теперь мне не нужно ее вешать, как вы уже успели заметить. И она пригодится для чего-то другого. Также чехол вроде бы от ножниц. Хемлайн точно не помню. Но здесь у меня хранятся ключики от этого чемоданчика. Также нитка-вдеватель. Лорен. И еще какой-то бобинки, которые мне пришли в подарок от какого-то магазина. Также это мешочек с сокровищами. Тоже бобинки большие, о которых я вам говорила чуть ранее. И здесь у меня находятся две игрушки-елочки, которые я давно-давно вышивала в своем вышивальном детстве. Мне кажется, пришло их время. Иглы в наборах упаковки от пони с образцом иглы. То есть в каждой упаковке по одной игле, чтобы я могла сориентироваться с размерами. Если вдруг забуду, где какой размер. Вот так это выглядит. Двухсторонние иглы. И также для вышивки, для шерсти, для бисера. В общем, такие специфические. Все остальные хранятся у меня, конечно же, в игольницах. Иглы в коробочке 24 размер. И там магниты наклеены. Они у меня там хранятся. То, что вы видите сейчас, это называется магниты супермощные. Я обнаружила, что в этих конструкторах детских магнитных очень-очень мощные магниты. Но теперь я нашла на Алиэкспрессе. Они, насколько я знаю, не совсем металлические. Забыла, как называется материал. Но они очень хрупкие. То есть если их уронить, то по чуть-чуть откалываются кусочки. Но пока что с ними все в порядке. И я надела очень много Ниддлмайдеров. Довольно безумно. Очень крепкие магниты. Тоже какие-то иглы, наверное, очень большие. Надо посмотреть, пока не подписаны. Магнитная лента, которая очень слабо держит. На самом деле тоже самое магнитная лента. Тоже очень слабая. Покупала на 1,2,3 стечком. Но не советую. Именно для Ниддлмайдеров точно не подойдет. В этом отсеке я храню рамку от Арабески. Маркет Лидер это у нас английский язык. Коробка с хранением дополнительных Мулине. Давайте ее рассмотрим поподробнее. Дополнительные моточки ДМС я рассортировала примерно по цветам. Как бы здесь там голубо-синие какие-то, бирюзовые, зеленые, желтые, коричневые, красные, розовые, белые, бежевые. Мне не составляет никакого труда найти нужный мне моточек, если он у меня закончился. То есть я его нахожу очень быстро. Здесь по одному, ну максимум по два моточка. Если это с Голден Кайт, то конечно бывает и по два, особенно вот этих оранжевых оттенков. Я пополняю, как я уже говорила, по мере окончания моточка. То есть если у меня на косточке остается меньше, чем половинка, тогда я вношу в список покупок данный цвет и покупаю его в следующий раз. Книги, ежедневник и конечно же вот такая волшебная тетрадка, в которую я записываю все Мулине, которые мне необходимо докупить. На самом верху коробочка новогодняя от каких-то конфет или black tea, в которой хранятся обрезки от льна, из которого я хочу сделать образцы. То есть их не было в этих образцах и я просто хочу как-то это оформить дело. Это мой маленький процессик, для которого я на Алиэкспресс купила такую сумку-органайзер. Эти органайзеры обычно вставляются в большие сумки, то есть для того, чтобы у вас там ничего не терялось по сумке, да, по женской. Но я его приспособила для маленького процесса. Очень здесь много кармашков, все компактно, удобно и храню его вот здесь. Дальше живая карта цветов DMC, очень старая, за 2004 год я мечтаю себе самого нового выпуска. Это лен! И не только лен, это все мои ткани. Я подробно рассказывала об этой папке, для чего и почему и зачем я именно так делаю. Ну вот, вот так это выглядит и мне очень удобно. Больше у меня тканей нет для вышивки, поэтому этой папки мне вполне достаточно. Больше она раздуваться не будет, поверьте, пока я не вышью хотя бы половину отсюда. Мне незачем покупать, у меня уже планов очень много на эти ткани. И надо с ними разобраться. Книжка о вышивке, очень древняя, с которой все, собственно, и началось мое увлечение. И два наборчика, единственные мои два набора, ну, именно не собранные самостоятельно, а фабричные, скажем так. Собранные каким-то добрым дядей или тетей. Это два набора от Dimensions, которые тоже планируются к отшиву в 2016 году. Оксана, что ж так неудобно сидеть тебе на столе? Сразу под полочкой вы видите мою коллекцию ниточек DMC. То есть, здесь полная коллекция и это те, которые я использую. То есть, некоторые в работах находятся, некоторые, конечно же, стоят на местах до момента их востребованности. Данный лоток я тоже могу отнести к рукодельному уголку, так как там у меня стоит коробочка с материалами, которые я в данный момент подбираю для своей новой работы. Сразу под дверцей находятся коробочки с вышивальными ценностями, драгоценностями. Давайте посмотрим подробнее. Коробочка нитки и бисер. Она в себе содержит всякие ниточки, которые не имеют постоянного места хранения. Специальные ниточки. Остатки от специальных нитей. Также это бисер, который я не пересыпала еще. Это водорастворимая ниточка. Шерстяные нитки, металлизированные, шелковые. В общем, разные-разные-разные типы нитей. Даже вот виспер. И модейра, которая мне пока не нужна. Коробочка ленты. Содержит ленты, естественно. Разные, красивые, всякие. Элементы, которые можно крепить на одежду с помощью приглаживания. То есть, утюгом гладите. И они наклеиваются. Разные ленточки. Мне очень нравятся такие штучки всякие. Они мне напоминают моих курочек. Chicken Fungis. Скажите. И всякие-всякие. Есть такая даже блестящая новогодняя. И давайте посмотрим с вами вот эту коробочку. Коробочку с мелочами. Братцы-кролики, пуговки. Какая-то бижутерия. Какие-то пуговички. Обычные, необычные. Также шармики. Такие всякие интересные вещицы. Даже есть гири от мышки компьютерной. Есть пуговицы, которые я заказывала в США. Тоже такие красивые всякие. Сейчас они, конечно, везде у нас продаются. Но я когда-то давно-давно покупала. И пока так и не использовала. Ну, какие-то использовала, конечно. Но не все тоже. Новогодние пряники. И в последней коробочке из трех. Все материалы. То есть, лен черного цвета. И нитки Мадейра. К моему новому проекту. О котором я расскажу, конечно же, позже. В первом видео, посвященном данному проекту. Надеюсь, что в этом году, но возможно, конечно, уже и в следующем. Следом за ними коробка с крейником и остатками от наборов. Dimensions в основном. Далее. Лен, шерсть, меланж. Тут все написано. Эти две папки я вам сейчас покажу. В первой из них я храню схему от Golden Kite. То есть, здесь и ключ, схема, отшитые листы и не отшитые. Я все это храню, естественно, здесь. И когда мне нужен какой-то лист, я просто достаю его из папки. Во второй папке с таким украшением вышитым, крейником, я храню проекты, которые, ну, не используются. Или же совсем маленькие, какие-то старые. Также это открытки из посткроссинга, которым я давно-давно увлекалась. Первая работа моей доченьки Дарины. Ну, первая в смысле такая, которая, нельзя назвать ее крестиковой, просто ниточной. Работка, которую дарила бабушка, прабабушка Даринки на Даринке. Также открыточка, которую я Даринки дарила. Но, естественно, она ей не нужна, блин. Поэтому я не люблю вообще дарить эти открытки. Кому они нужны? Вышивка, которую я решила не оформлять. Здесь также есть. Зачем-то храню обложку от набора. Все. На нижней полке я храню фотоаппарат обычно. То есть, тут все для съемки находится. Тут также калькулятор, светофильтры и тетрадка со сценариями. Вот и все мои вышивальные запасы. Представьте себе. Еще буквально мельком свой швейный рукодельный уголок. Этот уголок напротив моего стола является швейным. Поэтому я на нем подробно останавливаться не буду. Только покажу, как у меня здесь примерно все организовано. Ну, вы видите, всякие швейные принадлежности. Этот уголок, конечно, косвенно относится и к вышивальному, так как здесь хранятся у меня журналы cross-teacher. Также это процессы разные в сумочках специальных. Но, в общем-то, это и все. Что касается вышивки здесь. Кармашки, в которых хранятся всякие штучки, предназначенные для шитья и других видов рукоделия. Ну, что тут еще можно добавить? Хотя, всем огромное спасибо за внимание. Где-то тут буду стоять или как? Не-е-е, где-то тут. Всем привет, это с Киева. Меня зовут Оксана. И сегодня я вам покажу, где же я все-таки храню все свои многочисленные запасы. Хотите узнать? Я тоже хочу. Чувак! Денис, блин. Денис мне в футболку все порвал, помял. Денис, блин. Давай сюда вот так. Тухой. А это можно не говорить. Ладно, пошло, ну все. Редактор субтитров А.Семкин